Добрый день, меня зовут Котов Максим Анатольевич, я ассистент коэффициальной лучевой диагностики ССГМУ им. Немечникова, город Санкт-Петербург, кандидат медицинских наук, главный врач центра КТ АМИ. И сейчас мы рассмотрим КТ-энтерографию, выполненную 12 октября 2020 года. Восследование у нас представлено в виде КТ-энтерографии, соответственно имеется у нас как нативная фаза сканирования, так и артериальная. Сразу рассмотрим артериальную фазу, видим и плотность контраста в аорте порядка 320 или около того единиц Хаунсфильда, что говорит о достаточном насыщении контраста. Соответственно кишка у нас полностью заполнена негативным контрастом, мы видим петли кишки, все законтрастировано на всем протяжении и видим конечно же артериальное русло кишечника. Начнем с нативной фазы исследования, выходим в корональную плоскость и соответственно видим у нас кишку, заполненную контрастом и обратите внимание на следующие моменты. Вот у нас идет жировая клетчатка и видим, что плотность жировой клетчатки где-то от минус 100, минус 113, минус 120 единиц Хаунсфильда. И такие показатели плотности у нас на всем протяжении зоны сканирования. Это говорит о том, что каких-то зон отека вокруг кишки у нас нет. Нет, то есть собственно говоря жировая клетчатка живота интактна, никаких там воспалительных процессов вовлечения жировой клетчатки нет. Видимо, что у нас ягодичная область 108, что соответственно вот мезентериальная клетчатка также имеет такую же схожую плотность, где-то минус 100. Это говорит о том, что какого-то острого воспалительного процесса в животе у нас нет. Смотрим дальше корональную плоскость и конечно на нативном исследовании ничего такого особенного мы не видим. Каких-то зон отека опять же нет. В кишке, где содержится газ и переключаемся на собственно говоря артериальную фазу сканирования. И первое, что мы видим, это конечно же, что стенка кишки у нас напиталась контрастом. Вот у нас плотность кишки получается порядка плюс 35 единиц Хаунсфильда плюс 70. Но в то же время обращает на себя внимание участок подвздошной кишки, как собственно говоря в левой половине тела, где плотность у нас повышена до 104 единиц Хаунсфильда. Это говорит о полнокровии стенки кишки, о воспалительной какой-то реакции. И обратите внимание, терминальный отдел подвздошной кишки также у нас усилен по насыщению контраста и видимую плотность где-то под 100 единиц Хаунсфильда. Обращаю внимание, что интактная стенка кишки имеет плотность порядка 28, соответственно порядка 50 единиц Хаунсфильда. В то время как в терминальном отделе подвздошной кишки мы видим плотность 60, 50, 80 единиц Хаунсфильда. Это конечно говорит о полнокровии. Кроме того, обратите внимание на сосуды брыжейки. Это не совсем чистый, но примерно так выглядит так называемый симптом расчески, когда есть венозная и артериальная полнокровия, что тоже свидетельствует в использовании воспалительного процесса. И также вот обратите внимание, что насыщенная контрастом, глубоко насыщенная контрастом, стенка кишки утолщена. Мы можем это все дело измерить и получить цифру где-то до 10 мм. Соответственно, конечно, патологический процесс так в норме быть не должно. И опять же смотрим плотность 90. Смотрим в терминальном отделе кишки. Здесь мы тоже видим такую картину не совсем благополучную. Есть у нас утолщение, стенки кишки где-то до 8 мм. И опять же смотрим плотность. Это полнокровие, артериальное полнокровие кишки. Конечно, это признак воспаления. Таким образом, получается, что у нас задействована тонкая кишка, преимущественно как терминальная, так и тоже, я бы сказал, дистальная отдела, соответственно, тощей кишки, тонкой кишки. Это, конечно, в первую очередь наводит мысль о болезни крона. В остальном, смотрим у нас, получается, нормально закрашенные почки, печень, стенки желудка тонкие, ровные, сохранена нормальная исчерченность, нормальная складчатость. И обратите внимание, конечно, у нас еще видна толстая кишка. Но стенки вот у нас идут толстой кишки, совершенно интактные. Сохранена гаустрация, стенки тонкие, и мы видим плотность насыщения контрастом, это порядка плюс сорока. Тут ничего сверхъестественного нет, обычная кишка, ничем не примечательна. Переходим в сагитальную плоскость сканирования. Вот у нас прекрасно видна толстая кишка, видна гаустрация, нормальное накопление контраста до 50 единиц Хаунсфильда. Такое же примерное накопление контраста мы видим в стенке желчного пузыря, что говорит об интактности этих органов. И опять же обратите внимание, на фоне насыщения контрастом жировая клетчатка прекрасно видна, что ее плотность порядка 100 единиц. То есть какого-то воспаления клетчатки жировой у нас нет. И в то же время вот у нас зона интереса, это вот отек, утолщение тонкой кишки и смотрите насыщение контраста до 100 единиц. Это конечно не благоприятный момент. Это конечно признаки воспалительного процесса. И вот у нас появляется в кадре терминальное отдело подвздошной кишки, где мы также видим такое же усиление накопления контраста, что будет в пользу воспалительных процессов. В то время как вот, собственно говоря, конечные отделы пищевой трубки, они интактны. Вот у нас идет прямая кишка и стенки буквально плюс 20, плюс 30 единиц холмсфильда. Каких-то дефектов, ничего особенного тут нет. Также обратите внимание на основные питающие кишку сосуды. Сейчас мы тут посмотрим. Все лишнее уберем. Вот у нас получается идет шревный ствол и верхняя брыжеечная артерия прекрасно видны. Мы видим, что каких-то значимых стенозов здесь нет. Все тут в порядке. И шревный ствол у нас диаметром порядка 5,7 мм. А верхняя брыжеечная артерия у нас получается диаметром порядка 6 мм, что является нормальным, совершенно показателем для молодого человека. Поэтому говорить о какой-то ишемии или же наоборот о паневризмах, ничего тут не приходится. Нижняя брыжеечная артерия также в общем-то порядка буквально 3 мм, что тоже является нормой. Таким образом сосудистое русло сформировано у нас правильно. Никаких проблем с этим нет. И обращаем внимание на вот уже ранее описанное стенки кишки, насыщение контрастом, утолщение стенок, такое диффузное, да, на достаточно большом протяжении. Это есть, игнорировать это нельзя. Конечно, это признак патологических изменений. И опять же смотрим на терминальные отделы тощей кишки, подвздошной кишки. Также мы видим глубокое насыщение контрастом, где-то до, соответственно, 100 единиц Хаундсфильда, что, конечно, является маркером болезни крона. И обратите внимание на то, в общем-то, как сформированы сосуды, сосуды полнокровны. Обычно при рутильном исследовании брюшной полости такого насыщения сосудистого мы не видим. Это, конечно, не совсем классический симптом расчески, но очень близок к этому. Таким образом, можно сказать следующее, что каких-либо объемных образований в зоне сканирования мы не видим. Но в то же время обращает на себя внимание утолщение стенок, артериальное полнокровие, отек стенок тонкой кишки, как дистальных, так и, собственно, терминальных отделов подвздошной кишки. Что является, на мой взгляд, убедительным КТ-признаком болезни крона. КОНЕЦ КОНЕЦ